МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Конвенция о водноболотных угодьях была принята 45 лет назад. Первый международный документ, подписанный 2 февраля в иранском городе Рамсар, призван защищать территории и места обитания околоводных и водоплавающих птиц. Этому типу экосистемы уделяют особое внимание и в нашем городе. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Специальную акцию сотрудники природного орнитологического парка проводят уже во второй раз. В ней принимают участие ученики сотой школы и воспитанники эколого-биологического центра. Ребята подготовили тематические плакаты и стихи. Поэтому, люди, храните для птиц, для лягушек и рыбы, болота, озера и реки, и вам они скажут спасибо! Любитель природы Владимир Конаков вместе с другими юнатами не только картинки рисует и предлагает другим людям быть внимательными к природе, но и сам вносит лепту в заботу о птицах, делает скворечники и развешивает кормушки не только в орнитологическом парке, но и во дворе своего дома. Кормим птиц, делаем для них скворечники, домики, вешаем их в парках в разных уголках города Сочи. И привезли свою птичку с экологического центра, чтобы она здесь вступила в эту семью этих диких птиц и чтобы жила с ними. Теперь в юнок будет жить в одной из подсобок парка вместе с экзотическими пернатами. Ну а ребята получили новые знания в водноболотных угодьях и их обитателей. Только в орнитологическом сейчас на зимовке около 60 видов пернатых. В январе 2016 года плотность населения птиц в парке составила порядка 2000 особей на квадратный километр. Так в парке наблюдаются 179 видов птиц. Они здесь гнездятся, зимуют или останавливаются во время миграций. 18 из них занесены в Красную книгу Краснодарского края и 16 видов занесены в Красную книгу Российской Федерации. Лысухи, бакланы, кряквы, цапли, нырки и даже поганки живут в Эмеретинских озерах. Участники акции не только узнали про каждого пернатого жителя парка, но и смогли некоторых покормить. Татьяна Говоркова, Дмитрий Даниловский, телекомпания ФКТ. Дмитрий Даниловский, телекомпания ФКТ.